Во времена Великой Отечественной войны на территории Орехово-Зуева не велось боевых действий. Здесь располагались госпитали, куда доставляли раненых солдат советской армии. Травмы многих воинов оказывались несовместимы с жизнью, и на этой земле бойцы обретали свой покой. Имена некоторых из них долгие годы были неизвестны. Благодаря совместным усилиям Министерства обороны, администрации Орехово-Зуева и поисковых отрядов, личности еще 53 солдат, захороненных в городской братской могиле, были установлены. Спасибо большое, конечно, администрации городского округа, что нашли средства, сделали еще одну табличку, гранитную, которая расположена на обелиске павшим героем в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Александр Боков, чье имя также появилось на мемориальной доске, участвовал в битве под Москвой, где получил серьезные ранения. Бойца направили в госпиталь, находившийся в медучилище. Но усилия врачей оказались тщетны. Жизнь Александра Степановича оборвалась. Похоронили его на Зуевском кладбище. Могила не сохранилась. В администрацию городского округа Орехово-Зуева обратилась родственница Александра Степановича, которая вела долгую поисковую работу. Искала своего родственника. Где же его захоронение? Захоронение было найдено на Зуевском кладбище. Он был захоронен там. Сегодня мы захораниваем капсулу с землей Зуевского кладбища перед нашим обелиском. Низкий поклон всем героям и вечная память героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. На братской могиле состоялась церемония захоронения капсулы памяти Александра Бокова. В сосуд была помещена земля с Зуевского кладбища. В память о всех почивших войнах, защищавших родину, священник Петр Туря отслужил за упокойную литью.